Беседа 7, Римлянам 3.9 Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного, ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Все совратились в пути до одного негодный, не сделающего добро. Нет ни одного. Горта них открытый гроб. Языком своим обманывает я таспедов на устах их. Уста их полны злословий и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. О разрушении пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Апостол обвинил еленов, обвинил иудеев. Следовало, наконец, говорить об оправдании, которое совершается через веру. Ведь если не помог закон естественный, не сделал что-нибудь большее и закон писанный, но оба даже послужили бременем для людей, не воспользовавшихся ими. Как должно и показали, что они сделали достойными большего наказания, то, наконец, необходимо было спасение при помощи благодати. Итак, скажи нам об этом, Павел, и открой. Но апостол еще не решается, опасаясь бесстыдства иудеев. Он опять ведет речь об их обвинении и сперва представляет обвинителем Давида, который пространно изображает то, что Исаия выразил кратко, налагая на них, иудеев, крепкую зду, чтобы они не убежали, чтобы всякий раз поучаемых о вере слушателей, будучи достаточно убежден обвинениями пророков, не уклонился. Пророк же указывает три большие недостатка, говоря, что они все без исключения делали зло, не примешивали козлу добра, но предавались только одному пороку, и, наконец, делали зло со всей настойчивостью. Но чтобы иудеи не могли возразить, так что же? Ведь это не о нас сказано. Апостол и прибавляет, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. После Исаии, который, несомненно, говорил о них, апостол привел слова Давида, для того, чтобы показать, что они имеют связь со сказанным у Исаия. Какая была, говорит апостол, необходимость пророку, посланному для вашего исправления, обличать других? Ведь закон дан был не другим, но вам. А почему апостол не сказал? Знаем, что пророк говорит, потому что Павел весь Ветхий Завет обыкновенно называет законом. Так и в другом месте говорит. Закон или не слушаете, что у Авраама было два сына? А здесь он назвал законом Псалмы, сказав, знаем, что когда закон говорит, то говорит к состоящим под законом. Потом апостол доказывает, что это сказано не просто для обвинения, но потому что закон пролагал также путь вере. Согласие Ветхого Завета с новым таково, что обвинения и обличения совершались всецело с той целью, чтобы перед слушателями отверзлась светлая дверь веры. Так как иудеев погубило преимущественно то, что они высоко о себе думали, о чем апостол потом и заметил, говоря, не разумея правды Божией, старались поставить правду свою, то законы пророки прежде всего и укращали их высокомерие и низлагали надменность, чтобы пришедшие в сознание собственных грехов, отложившие всякую гордость и увидевшие себя в крайней опасности, они с великим усердием притекли к подающему им прощение грехов и приняли благодать через веру. Намекая на это, и здесь Павел и говорит, но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Здесь он показывает, что иудеи, не смея хвалиться делами, бывают хвастливы и бесстыдны только на словах. Потому главным образом он употребил выражение, заграждается всякие уста, указывая на их бесстыдное и неудержимое хвастовство, и на их буквально требующие заграждения язык. Ведь как неудержим поток, так стремился и он. Но пророк загладил его, заградил. Когда же Павел говорит, да заградятся всякие уста, он не то говорит, будто они для того грешили, чтобы заградились уста их, но говорит, обличались они, потому что греша в одном и том же не сознавали этого. И так что весь мир становится виновным пред Богом. Не сказал иудей, но весь род человеческий. Именно словами, да заградятся всякие уста, апостол намекает на иудеев, хотя не сказал этого ясно, чтобы речь не была для них резкою. А словами, повинен весь мир становится перед Богом, сказал вместе об иудеях и объелленных. Но этого немало для смирения гордыни иудеев. Как скоро и здесь они не имеют никакого преимущества перед иудечниками. Но, по слову спасения, преданы наравне с ними. Так повинным в собственном смысле может называться тот, кто не в силах оказывается защитить себя сам, а имеет нужду в помощи другого. Каково и было наше положение, когда мы погубили дарованные нам средства ко спасению. Потому что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть, ибо законом познается грех. Апостол опять напал на закон, но уже с пощадою, так как сказанное служит обвинением, ни закона, но ни родения иудеев. При всем том, намереваясь говорить о вере, он постарался и здесь доказать, что закон весьма немощен. Если, говорит он, ты хвалишься законом, то сам себя больше пострамляешь, потому что он обличает твои грехи. Но апостол не сказал так резко, а снисходительное, ибо законом познается грех. Значит, наказание больше, но только для иудеев. Ведь закон совершил то, что грех сделался для тебя известен, а от тебя зависело избегать его греха. Ты же, не уклонившись, навлек на себя большее наказание. И таким образом, вразумление закона сделалось для тебя поводом к большему мучению. 551. Итак, когда апостол усилил страх, тогда, наконец, начинает речь о дарах благодати, возбудив в слушателях сильное желание получить прощение грехов, и говорит, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Здесь апостол изрек нечто великое и нуждающееся во многом разъяснении. Если жившие в законе не только не избегли наказания, но даже навлекли на себя большее, то как возможно без закона не только избегнуть наказания, но и оправдать все? Апостол и говорит здесь о двух весьма важных предметах, об оправдании и о достижении этих благ независимо от закона. Потому сказал не просто правда, но правда Божия, достоинством лица, доказывая величие, дара и силу обещания, так как Богу все возможно. И не сказал да на правда, но явилась, устраняя обвинение в нововведении. Являться можно только то, что существовало прежде, но было сокрыто. И не только этим, но и следующими словами апостол доказывает, что явившееся не есть что-нибудь новое, сказав, явилось, присовокупляет, свидетельствуемое от законов и пророков. Не приходи в смущение от того, что правда Божия дарована только ныне, говорит апостол, и не смущайся этим, как делом новым и необычайным. Об этом издревле говорили и закон, и пророки. Частью доказал это апостол выше, а частью докажет впоследствии выше, когда привел слова Аввакума праведной, от веры жив будет. А впоследствии, когда укажет на Авраама, Давиды, которые говорили нам об этом, у иудеев было большое уважение к этим лицам, из которых один был патриарх и пророк, а другой царь и пророк, и обетования относительно этого были даны им обоим. Потому и Матфей, начиная Евангелие, прежде всего упоминает об Аврааме и Давиде, а потом уже по порядку перечисляет право, сказавши, книга родословная Иисуса Христа. Он не после Авраама, Исаака и Якова, но вместе с Авраамом упомянул и о Давиде. И что удивительного, Давида поставил прежде Авраама, говоря так, сын Давида, сын Авраамов, а потом уже начал перечислять Исаака, Якова и всех следующих. Потому и апостол часто упоминает здесь об Аврааме и Давиде, и говоря, правда Божия, свидетельствуемая от закона и пророков, чтобы кто-нибудь не сказал, как мы спасаемся, коль скоро нисколько не содействуют этому сами. Апостолы показывают, что и мы немало вносим в это дело, я разумею веру. Поэтому и сказал, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Здесь опять Иудей может прийти в смущение. Не имея никакого преимущества перед прочими людьми, и поставляем вместе со всей Вселенной, чтобы он не испытывал этого, апостол поражает его страхом и прибавляет, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Не говори мне, что такой-то елен, этот скиф, а тот фракиянин, все находятся в одном и том же положении, хотя ты получил закон, но научился из закона только тому одному, как узнавать грех, а не как избегать его. Потом, чтобы иудеи не сказали, хотя мы и грешим, но не так, как язычники, апостол и присовокупляет, и лишены славы Божией. Таким образом, хотя ты грешил, и не одинаково с остальными, однако и ты лишаешься славы, ведь ты из числа оскорбивших Бога, а оскорбитель принадлежит не к прославляемым, но к посрамленным. Но ты не страшись, я сказал, это не для того, чтобы вернуть тебя в отчаяние, а для того, чтобы показать тебе человеколюбие владыки. Поэтому апостол и добавляет, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления, в крови его через веру, для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде. Смотри, сколько доводов приводит апостол в подтверждение сказанного. Во-первых, доказывает достоинством лица, совершает это не человек слабый силами, но Бог, для которого все возможно, так как сказано, что правда Божия. Во-вторых, доказывает законам и пророками, не устрашайся, когда ты услышишь слова, кроме закона, так как это имеет значение по отношению к самому закону. В-третьих, доказывает ветхозаветными жертвами, почему и сказано в крови его, напоминая иудеям об овцах и тельцах. Если, говорит апостол, заклание бессловесных избавляли от греха, то тем более крови Иисуса Христа и сказал не просто куплю, но искуплением, чтобы нам больше не возвращаться в то же самое рабство. Вследствие этого же он называет Иисуса Христа очищением, показывая, что если столь великую силу имел образ, то гораздо больше действия окажет самая истина. И опять показывая, что это не есть что-либо недавнее и новое, апостол говорит, предположи. Сказал же, предположи, признавший это делом отца, он показывает, что то же самое принадлежит и отцу. Отец предположил, а Христос совершил все дело своей кровью, в явлении правды своей. Что значит явление правды? Как явление богатства состоит в том, чтобы не только самому быть богатым, но и других делать богатыми. Явление жизни в том, чтобы не только самому быть живым, но и мертвых оживлять. Явление силы в том, чтобы не только самому быть сильным, но и укреплять слабых. Так и явления правды состоят в том, чтобы не только самому быть праведным, но и других исплевших в грехах мгновенно делать праведными. Изъясняя это, апостолы сам раскрывают, что значит явление, сказавшее. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 553. И так не сомневайся, ты оправдаешься не делами, но верою. Не избегай же правды Божией, так как она представляет двойное благо и легко приобретается и предложена всем. 56. Не стыдись и не красней. Если сам Бог явно совершает это дело, даже, как мог бы сказать кто-нибудь, хвалится им и превозносится, то как ты можешь скрываться и прятаться от того, чем прославляется твой владыка? 57. И так ободрил слушателей словами, что совершающееся есть явление правды Божией, он, колеблющегося и нерешающегося прийти, опять побуждает страхом, говоря, где же то, чем бы хвалиться? 58. Уничтожено. 59. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. 59. Ты видишь, как он часто напоминает иудеям о грехах. Выше он сказал, что законом познаем грех, потом все согрешили, а здесь выражается еще сильнее. Он не сказал по причине грехов, но за отпущение, то есть следствие омертвения от грехов. 59. Ведь больше уже не было надежды на выздоровление. Но как расслабленное тело нуждалось в помощи свыше, так омертвевшая душа. И что всего поразительнее, апостол более сильным обвинением людей считает то, что он указывает в качестве причины расслабления. 60. Что же такое? То, что расслабление случилось во время долготерпения Божия. 61. Вы не можете сказать, говорит он, что не пользовались многим долготерпением и благостью. Слово «в нынешнее время» означает, что Бог оказал великое долготерпение и человеколюбие. 61. Когда мы дошли до отчаяния, говорит апостол, и было время суда, когда зло возросло и грехи умножились, тогда Бог явил силу свою, чтобы уразуметь тебе, как велико у Него богатого. 62. Гадство правды. Если бы это совершилось вначале, то не показалось бы настолько удивительным и необычайным, как теперь, когда испытаны уже все способы врачевания. 63. Итак, где же то, чем бы хвалиться уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. 63. Великого труда стоило Павлу доказать, что вера получила такую силу, а какой закон не мог никогда его ображать, так как он уже сказал, что Бог оправдывает человека верою, то теперь опять обращается к закону. 64. И не говорит, где заслуги иудеев, где правильные дела, но где похвала? Везде показывают, что иудеи только хвалились, будто имеют какое-то преимущество перед остальными. 65. Но ничего не доказали на деле. И спросив, где похвала, не сказал, исчезла и погибла. 66. Но от Гната. Чем больше указывается на неблагодарность, так как хвалиться было уже не время, подобно тому, как, когда наступил союз, суд, желающий раскаяться, не имеет уже удобного времени. 66. И так и тогда, когда приговор, наконец, был произнесен, все готовы были погибнуть. 67. Явился Тот, Кто благодать и уничтожает все зло. 68. Иудеи не имели уже времени защищать себя оправданием от закона. 69. Если им и нужно было утвердаться на этом, то прежде пришествие Христова. 69. А когда пришел спасающий через веру, время подвигов было уже отнято. 69. И так как все прежние средства оказались недействительными, Христос спасает благодатью. 69. Потому и пришел Он ныне, что бы ни сказали, если бы Он явился вначале, что возможно было спасить и при помощи закона, собственными трудами и заслугами. 70. И так, устраняя такое их бесстыдство, Христос промедлил долгое время, чтобы спасти свою благодатью тогда, когда посредством всего ясно было доказано, 70. А если бы некоторые стали противоречить, то они поступили бы подобно тому человеку, который, совершив тяжкие преступления и оказавшись в несостоянии оправдаться на суде, был бы осужден и должен был бы подвергнуться наказанию, но потом царской милости был бы освобожден, а после освобождения имел бы бесстыдство хвалиться и утверждать, 70. Что Он не совершил никакого проступка, это надлежало доказать прежде явления дара, а когда Он явился, хвалиться уже было не время. 71. Это именно и случилось с иудеями. Они уже были проданы из своего Отечества, почему и пришел Христос, и своим пришествием решил их похвалы. 72. Ведь тот, кто говорит о себе, что Он учитель младенцев, кто хвалится законом, называет себя наставником неразумных, а между тем, подобно им, имеет нужду в учителе и спасителе, тот не имеет основания хвалиться. 73. Если и прежде этого обрезание было не обрезанием, то тем более ныне, так как оно уничтожено и для прошедшего, и для настоящего времени. 73. Сказав же, от гната апостолу показывает, как это случилось. 74. Итак, как уничтожено? Спрашивает апостол. 75. Каким законом? Законом ли дел? Нет. 75. Но законом веры. 555. 75. Вот и веру Павел назвал законом, охотно пользуясь для того прежними наименованиями, чтобы сгладить кажущееся нововведение. 76. В чем же состоит закон веры? Спасение по благодати. 76. Здесь апостол доказывает могущество Бога, потому что он не только спас, но и оправдал и привел в похвалу, не имея для того нужды в наших делах, а требуя одной веры. 76. И он говорит это, приучая уверовавшего иудея к скромности, а не уверовавшего, смиряя, чтобы его потом привлечь. 77. Тот, кто получил спасение, если станет много о себе думать, то, вникнув в закон, узнает, что закон сам заградил ему уста, сам обвинил его, сам отказал ему в спасении и лишил похвалы. 78. А не уверовавший, в свою очередь, наученный тем же самому смирению, может быть приведен к вере. 79. Видишь ли, каково богатство веры? Как она удалила нас от всего прежнего, не дозволив даже хвалиться этим? 79. Думая, оправдаться верою без дел закона, когда апостол доказал, что оправдывающиеся верою стоят выше иудеев, тогда, наконец, он с большой свободой рассуждает и о вере, и опять устраняет то, что, по-видимому, могло смущать. 80. Иудеев смущали две следующие мысли. 81. Первая, возможно ли спасись без дел тем, которые не спаслись делами? 81. А вторая, справедливо ли необрезанным пользоваться равными правами с теми, которые столько времени воспитывались в законе? 81. Последняя мысль беспокоила их гораздо больше первой. 81. Вследствие этого апостола, раскрыв первый, переходит к этой последней, которая настолько смущала иудеев, что они после принятия веры обвиняли по этому поводу Петра, 82. И закорнили и его дело. 82. Что же говорит Павел? 83. Ибо мыслим, что верой оправдается человек без дел закона. 84. Он не сказал иудею или находящемуся под законом, но выразившись общее и открывшей двери спасения всей вселенной, употребил родовое имя и говорит человеку. 84. Потом, исходя из этого слова, апостол разрешает неуказанное здесь возражение, так как естественно было, что иудеи, услышав о том, что вера оправдывает всякого человека, будут недовольны соблазняться, то Павел и прибавляет. 85. Или Бог есть только Бог иудеев? Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? 86. Конечно, и язычников. Бог есть не частный Бог, как это допускается в еленских мифах, но для всех общий и единый. 86. Потому и добавляет. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. 86. То есть он один ладыка и тех, и этих иудеев, язычников. 86. Еще если укажешь мне на Ветхий Завет, то и там промысл Божий простирался на всех, хотя и не одинаково. 87. Тебе дан закон писанный, а им закон естественный. 87. Но они нисколько не имели меньше, а если и желали, то могли и превзойти тебя. 88. Намекая на это, апостол и говорит. 88. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. 89. Напомнив иудеям сказанное выше о необрезании и обрезании, где он доказал, что между ними нет никакого различия. 89. А если тогда в Ветхом Завете не было никакого различия, то тем более ныне, раскрывая теперь это яснее, апостол показал, что то и другое одинаково нуждается в вере. 90. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. 91. Но закон утверждаем. 91. Ты заметила разнообразную и незреченную мудрость апостола. 92. Самым словом утверждаем, он показал, что закон уже не стоит, но разорен. 93. Обрати внимание на превосходство силы Павла. 94. И также на то, с каким богатством доказательств он раскрывает то, что желает. 95. Так, здесь он доказывает, что вера не только не вредит закону, но и помогает ему, равно как и закон пролагает путь вере. 95. Как закон, предваряя веру, о ней свидетельствовал, о чем апостол и говорит, свидетельствуемые от закона и пророка, так и вера восстановила изнемогающий закон. 96. Как же восстановила, спросишь? 96. Но какое было дело закона и для чего он заставил все совершать? 97. Для того, чтобы сделать человека праведным. 97. Но он оказался бессилен в этом, ибо все мы согрешили. 97. А вера, явившись, успела в этом, так как всякий, кто уверовал, вместе с тем и оправдался. 98. Итак, вера утвердила волю закона и привела к концу то, для чего он все делал. 99. Значит, она не упразднила, а усовершила закон. 99. Таким образом, апостол доказал здесь три положения. 99. Возможно оправдаться без закона. Закон оказался в этом бессилен, и вера не противоборствует закону. 99. Так как иудея всего более смущало то, что вера представлялась противоборствующей закону, то апостол более того, чем сколько желал иудей, доказывает, что она не только не противоборствует, но еще способствует и содействует закону. И это особенно и желали услышать иудеи. 557. Но так как после той благодати, которой мы оправдались, является нужда и в делах, то покажем прилежание достойное даро. А покажем мы это тогда, когда со всем тщанием будем хранить любовь, матерь всех благ. Любовь же заключается не в пустых словах и не в простых приветствиях, но в явлении и совершении дел. Например, в том, чтобы избавлять от бедности, помогать больным, освобождать от опасности, покровительствовать находящимся в затруднениях, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Эти последние служат признаком любви, хотя и представляется маловажным радоваться с радующимися. Однако же это очень великое дело и требует ума философского. Можно найти много людей, которые совершают очень трудное, но в этом оказываются слабыми. Многие плачут с плачущими, но не радуются с радующимися. А напротив, когда другие радуются, они плачут из недоброжелательства и зависти. Потому немалая заслуга радоваться тогда, когда брат радуется. Напротив, важнее как той, чтобы плакать с плачущими, так и той, чтобы помогать в бедах. Многие подвергаются опасности вместе с находящимися в опасностях. Но когда другие успевают в делах, они терзаются. Такова сила зависти, хотя там нужны труды и пот, а здесь одно доброе желание и расположение. Однако многие, перенесшие более тяжелые, не совершили более легкого, но томятся и сами себя губят, когда видят, что другие преуспевают, и что всей церкви оказана услуга или слом, или иным чем-либо. Что может быть хуже такого человека? Он противится уже не брату, но воле Божией. Помыслив об этом, уничтожь не дух свой и, по крайней мере, избавь самого себя от множества зол, если не желаешь избавить и ближнего. Для чего ты ведешь борьбу со своими мыслями? Зачем наполняешь душу смятением, воздвигаешь бурю, все не спровергаешь? Находясь в таком состоянии, как ты можешь просить себе отпущение грехов? Если Бог не отпускает грехов тем, которые не прощают сделанных против них грехов, то какое прощение Он дает тем, которые мыслят зло на людей, нисколько их не обидевших? Это доказательство крайней злобы. Таковые вместе с дьяволом враждуют на церковь, а может быть они и гораздо хуже самого дьявола. Ведь от дьявола можно остеречься, а такие люди, нося личину дружбы, тайно возжигают огонь, сами же себя вергая в печь первыми и страдая болезнью, которая не только не может вызвать сожаление, но и возбуждает сильный смех. Скажи мне, почему ты бледнеешь, трепещешь и сделался крайне робок? Какое случилось несчастье? Не то ли, что брат твой богат, знаменит и пользуется почетом? Значит, тебе нужно было украсить себя венком, радоваться и прославлять Бога, что твой сочлен стал знатен и славен, а ты скорбишь о том, что Бог прославляется? Видишь ли, куда направляется вражда? Ты скажешь, не Бог прославляется, а прославляется брат. Но через него слава восходит к Богу, а следовательно и вражда твоя. Но не то печалит меня, говоришь ты. А я желал бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся успехом брата. И вот Бог прославляется через тебя, и все скажут, благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, взаимно радующихся с счастью друг друга. И что мне сказать о брате? Если он и был твоим недругом, и врагом, а Бог через него прославился, то потому сам он должен сделаться твоим другом. А ты друга делаешь врагом, когда он получает почести и прославляет Бога. Если бы кто-нибудь излечил твое сраждущее тело, то хотя бы он был и враг твой, не стал ли бы ты считать его между первыми своими друзьями, а украшающего тело Христова, то есть Церковь, и своего друга, ты считаешь врагом. И как ты можешь иным способом доказать свою вражду ко Христу? Потому хотя бы кто и творил чудеса, хотя бы соблюдал девство и пост, и спал на земле, хотя бы сравнялся и с ангелами в добродетели, но если имеет этот недостаток, будет несчастнее всех и беззаконнее даже прелюбодея блудника, разбойника и гроба-копателя. 559. И чтобы кто-нибудь не обвинил меня в преувеличении речи, я охотно спрошу вас о следующем. Если бы кто-нибудь, взявший огонь и заступ, стал разорять и сожигать этот дом Божий, и разрушать вот этот жертвенник, то каждый из присутствующих разве не стал бы бросать в него камнями, как в человека нечестивого и беззаконного? Так что же? А если кто приносит пламя более губительное, чем этот огонь, я говорю о зависти, которая разоряет не каменные здания, разрушает не золотой престол, но не спровергает и губит то, что гораздо ценнее, и стены престола, здания учителей, то может ли он заслуживать какое-либо снисхождение? Пусть никто не говорит мне, что покушающийся на преступление часто не имеет силы исполнить его. Дела оцениваются по расположению. Так Саул умертвил уже Давида, хотя и не осуществил этого на деле. Скажи мне, неужели ты не понимаешь, что, враждуя с пастырем, ты злоумышляешь и на овец Христа, на тех овец, за которых Христос пролил кровь твою, и нам повелел все делать и терпеть. Неужели ты не приводишь себя на память, что твой владыка искал твоей славы, а не своей? Ты же ищешь не его славу, а своей. Конечно, если бы ты искал его славы, то достиг бы и своей. А ища своей прежде его, никогда не достигнешь и этой. Итак, какое же будет врачиство от этого? Будем молиться все вместе и вознесем один глаз за них, как за одержимых бесом. Ведь они находятся в положении даже более жалком, потому что безумие их произвольно. И болезнь эта имеет нужду в молитве, при том молитве многое. И если нелюбящий брата хотя бы расточил имение и просиял ему в филиществе, ничем не достигнет успеха, то пойми, какого наказания может заслуживать тот, кто враждует на человека, ничем его не обидевшего. Такой хуже и язычника. Если любовь к любящим нас не дает нам никакого преимущества перед ними, язычниками, то скажи мне, где займет место завидующий любящим? Завидовать хуже, чем ссориться. Ссорящийся, как скоро будет устранена причина ссоры, обыкновенно прекращает вражду. Но завистник никогда не может сделаться другом. Первый ведет борьбу открытую, а второй тайную. Тот иногда может представить благовидный предлог к ссоре, а этот не может ни на что указать, кроме своего безумия и сатанинского настроения. Итак, чему можно уподобить таковую душу? Какой ехидни, какому аспиду, какому червю, какому ядовитому насекомому? Ведь нет ничего нечестивее и злее такой души. Это именно и зависит зависть и неспровергла церковь. Породила ереси, вооружила братскую руку, побудила обогреть десницу в крови праведника, попрала законы природы, отверзла двери смерти, привела к высполнению древних проклятий, заставила того несчастного Каина забыть муки рождения своих родителей и всех других, привела его в такое неистоство и ввергла в такое бешенство, что когда Бог призывал его и говорил «К тебе в лечение, и ты будешь господствовать над ним», то он не тронулся и этим. «Хотя бы Бог и просил ему вину и подчинил брата, однако эта рана настолько неизлечима, что если бы были приложены бесчисленные лекарства, она все-таки будет обильно источать свой гной. Почему же ты скорбишь несчастнейший из всех? Неужели потому, что честь воздана Богу, но это сатанинское настроение? Или потому, что брат превзошел тебя славою, но тебе, возможно, опять опередить его? Таким образом, если желаешь победить, то не убивай и не истребляй, но оставь жить, чтобы у тебя сохранился повод к состязаниям, и победи живого. Тогда и у тебя будет светлый венец. А если ты убьешь, то на самого себя произнесешь приговор, который постыднее поражения. Но ничего этого не признает завистью. Ради чего же ты стремишься к славе в такой пустыне? Вот и они, Каин Савелем, тогда одни только населяли землю. Однако это не удержало Каина, и он, все исторгнув из души своей, стал рядом с дьяволом и ополчился. Именно дьявол был тогда вождем Каина. Так как ему недостаточно было того, что человек сделался смертным, то он самым родом смерти постарался увеличить несчастье и внушить Каину, сделаться брата-убийцей. Он никогда не насыщающийся нашими бедствами спешил, нетерпеливо желал видеть исполнение своего дела. Подобно тому, как если бы кто-нибудь, имея врага своего в узах, и увидев, что над ним произнесен уже приговор, спешит, прежде чем он вышел из города, увидит его мерчленным и внутри города, и не может переждать надлежащего времени. Так спешил тогда и дьявол. Хотя он и услышал, что человек должен возвратиться в землю, но он весьма сильно желал увидеть нечто большее, чтобы сын умер прежде отца, брат убил брата, и смерть была преждевременная и насильственная. 560. Видишь ли, к чему послужила зависть? Как она исполнила ненасытное желание дьявола и предложила ему такую смесь, какую только он желал увидеть? Итак, будем избегать этого недуга. Ведь тем, которые не освободились от этой болезни, невозможно, совсем невозможно избежать того огня, уготованного дьяволу. А освобождать от болезни мы станем тогда, когда помыслим, как возлюбил нас Христос, как повелел нам любить друг друга. Как же Он возлюбил нас? Он дал очистную кровь свою за нас, бывших Его врагами, и причинивших Ему величайшее оскорбление. И ты делай это по отношению к твоему брату, как он и говорил, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Лучше же сказать, Христос не ограничился этой мерой, так как сделал это за врагов. Но ты неужели не хочешь отдать крови своей за брата? Затем же ты без мира, нарушая заповедь, даже проливаешь его кровь? Затем. Христос совершил то, к чему Он не был обязан. А если это сделаешь ты, то лишь исполнишь долг свой. И тот, который, получивший 10 тысяч талантов, стал требовать 100 динариев, был наказан не за одно только то, что требовал, но и за то, что не сделался лучшим под влиянием благодеяния, не последовал примеру царя и не простил долга. Раб, если бы простил долг, исполнил бы только свою обязанность. И мы во всем, что не делаем, исполняем только свою обязанность. Поэтому Христос и сказал, и когда сотворите все, то говорите, мы рабы ничего не стоящие, мы сделали, что должны были делать. Итак, если мы обнаруживаем любовь, если отдаем имение нуждающимся, то исполняем нашу обязанность не потому только, что сам Бог показал нам пример благодеяния, но и потому, что когда даем, уделяем из принадлежащего Богу. Почему же ты лишаешь самого себя того, на чем Бог хочет поставить тебя господином? Ведь Он велел тебе давать другому, чтобы и сам ты владел тем же. Пока ты один владеешь, то и сам не имеешь. А когда даешь другому, тогда получаешь и сам. И что может сравняться с такой любовью? Христос пролил кровь за врагов, а мы и имение не отдаем за благодетеля. Он пролил собственную свою кровь, а мы жалеем имение, которое не наше. Он совершил это прежде нас, а мы не делаем и после него. Он сделал это для нашего спасения, а мы не хотим и для собственности своей пользы. Ему нет никакого прибытка от нашего человеколюбия, но вся выгода возвращается к нам. Для того мы получили повеление раздавать имение, чтобы не лишиться и самим. Подобно тому, как кто дает деньги малому ребенку и приказывает ему держать крепко или отдает их на сбережение слуги, чтобы нельзя было желающему похитить, так делает и Бог. Отдай нуждающимся, говорит он, чтобы кто-нибудь не похитил их у тебя, например, клеветник, вор, дьявола после всех смерти. Пока ты сам владеешь ими, то не в безопасном месте хранишь, а если передашь их через бедных мне, то я все сберегу тебе в целости и в надлежащее время возвращу с большой прибылью. Я беру их не за тем, чтобы отнять для себя, но для того, чтобы приумножить, сберечь совершенные целости и сохранить их для тебя к тому времени, когда никто не даст взаймы. Никто не жалится. Итак, что может быть жестокосерднее нас, не соглашающихся, и после таких обещаний дать взаймы Богу? Конечно, вследствие этого мы и отходим к Нему скудными, ногими и нищими, не имея при себе веренного нам, потому что со своей стороны не передаем этого на сохранение. Тому, кто сберегает всех тщательнее. Потому мы и подвергнемся к крайнему наказанию. Во время нашего обвинения, что мы в состоянии будем сказать о своей погибели, какое представим оправдание, какую защиту. В самом деле, почему ты не дал? Не веришь, что получишь обратно? И как можно сказать это? Давший тому, кто не дал, ни тем ли вернее отдаст после получения, но вид их имуще веселит тебя? Вследствие этого и давай усердней, чтобы еще больше увеселяться там, когда никто не отнимет их у тебя, тогда как, владея этим, течет, ты подвергнешься бесчисленным бедствием. Дьявол, подобно псу, бросается на богатых, как бы желая вырвать кусок хлеба или пирога из рук ребенка. Итак, отдадим это отцу. Дьявол, как скоро увидит это, непременно убежит прочь, а по уходе его отец в сохранности отдаст тебе все это тогда, когда дьяволу уже нельзя будет беспокоить тебя именно в будущем веке. Богатая в настоящей жизни ничем не отличается от малых детей, которых беспокоят щенята, так как все лают вокруг них, теребят их и тащат не только люди, но и низкие страсти, чревоугодия, пьянство, лесть и всякого рода распутство. Когда нужно дать взаимоденьги, то мы обыкновенно отыскиваем тех, кто дает больше прибыли, высматриваем людей честных, а в этом случае мы поступаем напротив. Оставляем справедливого Бога, подающего не старицею, но во сто крат больше, тогда как тех, которые не отдадут нам и самого капитала, мы ищем. 562. В чем в самом деле заплатить нам? Заплатит чрево, пожирающее большую часть нашего имущества, нечистотою и тлением. Чем заплатит тщеславие? Завистью и клеветою. Чем заплатит скупость? Заботами и попечением. Чем заплатит распутство? Гиенную и ядовитым червям. Вот должники богачей, такую именно прибыль они получают с капитала, зло в настоящей жизни и бедствия в будущей. Итак, скажи мне, неужели мы будем давать взаймы им под условием столь великого наказания, а не верим богатству Христу, который обещает нам небо, бессмертную жизнь и неизреченное благо? И какое мы будем иметь оправдание? Почему же ты не даешь тому, кто несомненно возвратит? И возвратится с бытком? Может быть потому, что он возвратит спустя продолжительное время? Но Бог возвращается в настоящей жизни, так как не ложен, сказавши, ищите прежде Царствие Божие и все сие приложится вам. Замечаешь ли ты необыкновенную щедрость? Бог, говорит он, сохраненно для тебя и не умаляется, а настоящее благо даю в виде прибавки и прибыли. Кроме этого, получение через продолжительное время увеличивает свое богатство, потому что прибыль становится больше. Мы видим, что и ростовщики так поступают с берущими взаймы, охотнее снабжая тех, которые берут на долгое время. Тот, кто возвратил весь долг вскоре, пресек увеличение роста, а тот, кто держал у себя более продолжительного времени, доставил и больше прибыли. Потом с людьми мы не затрудняемся отстрочкой, но даже сами придумываем средства продлить ее. А по отношению к Богу неужели мы будем настолько малодушны, что вследствие этого станем колебаться и отказывать? Хотя, как я сказал, Бог и здесь отдает, и там, по указанной причине, хранить все, уготовляя нечто иное, большее. Ведь великость даваемого и красота того дара превышают малоценность настоящей жизни. И находясь в тленном и смертном теле, невозможно принять те неувидаемые венцы, и нельзя в настоящей мятежной жизни, исполненной беспокойству и подверженной многим переменам, принять тот непреложный безмятежный гребий. Если бы кто-нибудь, занявший у тебя золото, обещался возвратить тебе долг тогда, когда ты живешь в чужой земле, не имеешь рабов и не можешь даже привезти деньги домой, то ты, конечно, весьма много стал упросить его, чтобы он лучше отдал их тебе дома, а не на чужой стороне. А духовное и неизреченное благо неужели ты желаешь получить здесь? Какое это безумие! Если возьмешь здесь, то без сомнения получишь тленное, а если подождешь будущего времени, то Господь отдаст тебе нетленное и бессмертное. Если возьмешь здесь, то получишь свинец, а если там, то чистое золото. Кроме того, Бог не лишил тебя и настоящих благ, так как вместе с тем обещанием дал и другое. Говоря так, «Всякий, возлюбивший те дела, получит во сто крат в этом веке и наследует жизнь вечную» Матфея 19, 29. Если же мы получаем во сто крат, повиноваты мы сами, не давая взаймы тому, кто может столько заплатить, так как все давшие хотя бы дали немного получили именно столько во сто крат. Скажи мне, что великое дал Петр? Не изорванную ли сеть, не трость ли только и удочку? Однако же Бог отверз ему, да мы вселенной распростер перед ним сушу и море. Все призывали его к себе и, продавая свои имущества, приносили цену их к ногам его, не отдавая даже в руки, потому что не смели. Столько были для него щедры и такую оказывали ему честь. Но скажешь, он был Петр. Так что же, ведь ни одному только Петру обещал это Христос, не сказал ему, «Петр, ты один получишь во сто крат». Но сказал, «Всякий, кто оставит дома или братьев во сто крат примет». Бог не знает различия лиц, но достоинства, дел. Но меня, говорит, что окружает куча детей и я желаю оставить их богатыми. И, конечно, зачем ты станешь делать их бедняками? Но если ты все оставишь им, то опять все свое имущество веришь ненадежной охране. А если сделаешь их сонаследником и попечителем Бога, то оставишь ими бесчисленные сокровища. Подобно тому, как когда мы сами себя защищаем, Бог за нас не вступается. А когда веряем себя Богу, получаем от Него больше, нежели ожидаем. То же бывает и в отношении нашего имущества. Если мы сами заботимся о Нем, Бог удаляется от промышления о Нем. А если все возложено на Его попечение, Он устроит во всякой безопасности и наше имение, и детей. И почему ты удивляешься, если так поступает Бог? Всякий может видеть, что тоже бывает и у людей. Если ты перед смертью не пригласишь никого из близких позаботиться о детях твоих, то часто и тот, кому бы очень хотелось, стыдится и не решается вступиться в это дело самовольно. А если ты возложишь на Него такое попечение, то будучи удостоен столь великой чести, Он и сам вознаградит за это величайшую благодарность. Итак, если желаешь оставить детям своим большое богатство, оставь им промысл Божий. Тот, кто без всякого твоего участия дал тебе душу, образовал тело и даровал жизнь, когда увидит, что ты обнаруживаешь столь великую преданность и поручаешь ему и детей, и им принадлежащие, неужели не отверзит для них всего своего богатства. Если Илья, прокормленный малым количеством муки, когда увидел, что та женщина предпочитает его детям, явил в хижине вдовицы гумно и точило, то подумай, какую милость покажет владыка Ильин. Потому станем заботиться не о том, чтобы детей оставить богатыми, но о том, чтобы сделать их добродетельными. Если они станут надеяться на богатство, то не будут заботиться ни о чем другом, как имеющие возможность прикрыть порочность нравов обилием денег. А когда увидят, что они лишены этой опоры, то сделают все, чтобы посредством добродетели найти себе большее утешение в вечности. И так не оставляй богатства, чтобы оставить добродетель. Ведь крайне безрассудно при жизни своей не сделать детей господами того, что имеем, а по смерти давать легкомыслие молодости полную свободу. Когда мы живы, то можем требовать у них отчета, а если они дурно пользуются настоящим, можем вразумлять и обуздывать их. А по смерти своей, если мы вместе с нашим отсутствием и их молодостью предоставим им и свободное пользование богатством, то вернем этих несчастных и жалких величайшую бездну, подложив огонь к огню и подливши масло в раскаленную печь. Таким образом, если желаешь оставить детей подлинно богатыми, то оставь должником их Бога, ему вручи свое завещание, если они сами получат богатство. То не буду знать, кому отдать его, а встретиться со многими и клеветниками, и людьми бесчестными. Если же ты заранее отдашь его взаймы Богу, то сокровище останется, конечно, неприкосновенным и возвращением состоится с большой легкостью. Бог милостив возвращает нам то, что должен и взирает на своих взаимодавцев приятнее, нежели на тех, которые ничего не давали ему взаймы. И кому больше всего должен, того особенно и любит. Потому, если хочешь, всегда иметь его своим другом, во многом сделай его своим должником. Не столько взаимодавец радуется тому, что имеет должников, сколько веселится Христос, имея взаимодавцев. Кому он ничего не должен, от тех бежит прочь, а кому должен, к тем притекает. Итак, станем делать все, чтобы иметь его должником своим. Теперь самое удобное время давать взаймы, теперь настоит в этом нужда. Если не дашь ему теперь, то после удаления отсюда он не будет уже иметь в тебе нужды. Здесь он жаждет, здесь адшит, жаждет же потому, что жаждет твоего спасения. Вследствие этого он и просит, вследствие этого он и ходит на грязь, приготовляя тебе бессмертную жизнь. Итак, не презри его, не сам напитать он хочет, но напитать тебя. Не сам одеться, надеть тебя и приготовить тебе ту золотую ризу, царскую одежду. Не видел ли ты, что наиболее заботливые врачи, когда моют больных и сами моются, хотя это для них и не нужно. Так и Христос все делает для тебя недужного, поэтому он и ненасильно требует у тебя, чтобы дать тебе большое вознаграждение, чтобы ты понял, что он требует не по своей нужде, а для исправления твоей нужды, для того он приходит к тебе в бедном одеянии, протягивает десницу и не гнушается, если дашь самую мелкую монету, не отходит, если ухоришь, но приступает к тебе снова, так как он желает, сильно желает нашего спасения. И так станем презирать имущество, чтобы не быть и нам презренными от Христа, станем пренебрегать богатством, чтобы приобрести его. Если мы будем беречь его здесь, то несомненно, погубим и здесь, и там. А если будем раздавать его со многой щедростью, то в той и другой жизни насладимся великим благополучием. Потому желающий сделаться богатым, пусть сделается нищим, чтобы быть богатым. Пусть тратит, чтобы собрать и расточает, чтобы соединить. А если это кажется тебе новым и странным, то посмотри на сеятеля и рассуди, что он не может иначе собрать большего, если не разбросает того, что имел, и не истратит того, что приготовил. Итак, встанем сеять, и мы будем возделывать небо, чтобы пожать нам в большем изобилии и достигнуть вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым отцу и Святому Духу слава, Держава, Честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.